Стрелец. Цифра 11. Огонь. Значе знак рисовался вот таким вот образом. Сейчас он рисуется вот просто так. Достепилизовали его. Почему? Смотрите, вот видите вот это вот. Как вы думаете, что это? Ну вот. Дуга какая-то. Дуга. Но если брать это, то можно сказать, что это лук. Да, тетива. А если мы как бы убираем вот, да, давайте шире шагнем. Если мы уберем, что это просто тетива, что это может быть? Стрела куда уходит? За горизонт неба. За горизонт, да. Это стрела уходящая за горизонт. То есть все, стрела выпущена. Орбита как бы, да? Орбита Земли, да. То есть стрела выпущена. Позняк метаться. Позняк метаться, да. Конец концов. Хорошо. Стремление, целеустремленность. И в то же самое время конец концов. Итак, смотрите, мы с вами говорили, да, стрелец это смерть. Помните, да, мы говорили? Почему смерть? Ну все, Солнце окончательно ушло, да? И Луна на небосвете в полную руку. Что происходит с человеком, да? Вот в этот момент. Вот здесь у стрелецов очень важная задача. Почему это говорится? Это целеустремленность. Если стрелец в своей жизни ничем, у него нету цели, если у него нету какой-либо целеустремленности, он попадает в малевую зависимость. Он попадает в мир иллюзий. Он целиком и полностью уходит под лунный мир. Он уходит в мир иллюзий и забвений. Смотрите, еще, да, такая очень тоже важная штука. Вот стрелец – это огонь, но он уже огонь, который, вы знаете, уже прогорел, как будто угли. Он еще жарит, он еще это, он еще горит, он еще треет, но угли ворошить не надо, потому что кто ворошил, может вспыхнуть, сразу же может вспыхнуть мгновенно. Вот, поэтому задача стрельцов – это держать ровные угли, так скажем, ровное тепло. Не давать выход эмоциям, потому что эмоции – это моментально угли прогорят и все. Задача стрельцов – эти угли держать как можно больше в тлеющем, так скажем, состоянии, да. Но при необходимости можно палочкой поворошить, да, чтобы там этот огонечек опять смог зажечься, да. Значит, мы уже с вами говорили о том, что стрелец вечерний салют и близнец утренний салют, они между собой очень сильно взаимосвязаны. Здесь циферка один – одиннадцать, там циферка пять. Один плюс один – это два. А мы с вами, помните, говорили, что близнец пятерочка и двоечка рыба между собой тесно взаимосвязаны. Мы об этом говорили, да. И таким же образом с ними связан стрелец. Один и один – это два, да. Значит, помимо прочего, смотрите, мы еще раз проговорим, да. Здесь вечерний салют, здесь утренний салют, да. Стрелец – близнец, да. Это уменьшение как бы, да, уменьшение ласкательного. То есть брат – братец, стрела – стрелец, да. Это как бы такой уменьшительно-ласкательный момент, да, но в то же самое время, смотрите, о чем он говорит, да. О том, что почему они здесь между собой взаимосвязаны, причем здесь огонь и здесь вода, да, это очень хорошее только сочетание – огонь и вода. Значит, это огонь – мужская энергия, энергия – идея, да, это воины. Стрелец – не важно, женщина она или мужчина, так же, как и Овин – не важно, женщина или мужчина. Они – воины. Это те люди, которые всегда будут стоять на страже справедливости, на страже правды. Самое главное, чтобы это не была личностная правда, да, когда я ее там буду доказывать. Там стрелец, поэтому пошел в Юр. Да. Да. Так как стрельцы стоят на начале моста, да, их задача стрельцов – не дать окончательно уснуть ни себе, ни всем окружающим. Сохранить память света. Вот задача стрельцов еще – сохранить память света. тьма. Поэтому их всегда будут в какие-то ситуации помещать, где они будут различать свет от тьмы, где они будут всегда видеть, что вот ситуация такая вроде как сверху хорошая, положительная, да, они туда зайдут, там побудут и обязательно высветят, что в этой ситуации есть вот нечто темное. И это темное они вынесут на поверхность. Так как стрельцы и близнецы связаны между собой, а Киев, мы с вами говорили, имеет прямое отношение к близнецам, да, а Киев – это еще и ткнуть, это ткниво, а тут потом еще и ниво пошло слово, да, это ткнуть, это уколоть, да, именно поэтому у близнецов всегда были в армии, у тех, кто вот в крепостях были, были в армии стрельцы, да, люди, умеющие стрелять и попадать в цель. Стрелковый полк. Стрелковый полк. Да, совершенно верно. И мы еще не забываем, что это, если здесь выносили приговор, да, вот, они здесь вынесли приговор, то здесь смерть. Это… А что такое смерть? Это смена мер. Сменяется мера, то есть окончательно Солнце уходит, да, и сменяется мера. Солнце на Луну. Идет смена меры. А если идет смена меры, значит задача стрельцов еще подготовить себя к этой новой мере, к восхождению на новый виток. То есть, когда я в козерог должен прийти, как в новую октаву, не в старую музыку заиграть и опять по кругу ходить, да, а прийти в новую октаву, в двенадцатую, не в ноль. Понимаете, да? Да. То есть прийти в новую, в двенадцатую октаву. А для этого стрельцы что должны делать? Они должны, видите, они стреляют в воздух, да? Стрела направленная вверх. То есть начинать с ментала, да? То есть постоянно свои, так сказать, мозги нацеливать на что-то новое. На поиск новых целей, на поиск новых возможностей, на создание какой-то новой системы или возрождение новой системы, старой новой системы, да? Трела состоит из курка и ткнивы. Ткнива – это вот, куда тычет, да? А курок – это вот хвостик, хвостик такой, да? Курок и ткнива. Ткнива – от слова актива, октава. Да? То есть задача стрельцов ткниво проткнуть, да? То есть войти в новую октаву. То есть подготовить к себе к тому, чтобы я вошел в знак Козерога как на новый виток. Иначе, войдя в знак Козерога, я могу прийти не в цифру 12, а в нулевую точку. И опять по кругу как бы ходить. Да? Стрельцы, смотрите, как вот. Стрелец, он уже как бы прошел вот практически все, да? Чему еще смерть, сменомер. Очень многие, так скажем, просвещенные люди, да, они воплощались в знаки Стрельца, потому что уже как бы много чего прошли, да? И очень много старых душ приходит в знак Стрельца, приходили в свое время знак Стрельца для того, чтобы охраняя вот этот вот мост в период рассвета, они смогли дать, ну как будто, новый толчок такой, да, мощный новый толчок. Масса он уже наодчи, да. И если бы ты был в нём. Ну всё, конечно, вскрылёте мне цифры, да, но Я не знаю, что еще есть. Эна Александра, ты, да, я не знаю. Эна Александра, ты. Ну вспомнишь, ты. Я не знаю, тебе, ты. И я знаю, что ты. Я не знаю и нельзя. И я знаю. Я хочу сказать, что ты.